МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день? Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиф посетил город Шамаха, в котором ночь на 6 февраля произошло землетрясение. Он осмотрел постройки, которые пострадали от землетрясения, и побеседовал с местными жителями. Также президент Ильхам Алиф распорядился о выделении МЧС из госбюджета 2 миллионов монатов. Это около 80 миллионов рублей на ликвидацию последствий землетрясения в Шамахинском, Измейлинском и Аксуинском районах страны. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год. Также по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехребан Алиевой сотрудники и волонтеры, общественные организации при фонде региональной развития помогают справиться с последствиями стихии. Помогают гражданам, собирают обращения людей, информацию, осматривают здания. Волонтеры направлены в Шамахинские, Аксуинские, Исмейлинские и Ливикские районы. Жители пострадавших от землетрясения домов извещены о том, что все возникшие проблемы будут решены в кратчайшие сроки. Напомним, что шестибальное землетрясение произошло 5 февраля в 23.31 в 11 километрах от Пиргулинской станции на территории Исмейлинского района Азербайджана. Оно ощущалось в Баку и на Абшироне. За медицинской помощью обратились 30 человек. Эпицентр землетрясения находился в Шамаха-Исмейлинской зоне, в 130 километрах к северо-западу от Баку. Было зафиксировано два сильных толчка магнитудой в 4-5 баллов, несколько толчков послабее. Больше всего пострадал город Шамаха. Всего с вечера вторника было зафиксировано более 130 толчков. Сегодня министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов рассказал о комфортных для страны ценах на нефть от 60 до 70 долларов за баррель. Министр отметил, что страны ОПЕК и их союзники могут продлить свое соглашение о сокращении добычи нефти в конце этого года, чтобы поддерживать цены на оптимальном уровне. Азербайджан, будучи партнером ОПЕК, согласился сократить добычу на 20 тысяч баррелей в сутки в течение первой половины этого года. И если сделка не будет продлена, откроет краны во второй половине года, поддерживая ежегодную добычу. А вот российский первый вице-премьер правительства Антон Силуанов ранее заявлял, что проект трехлетнего бюджета Минфина 2017-2019 годов верстался, исходя из консервативных оценок без лишнего оптимизма. 40 долларов за баррель при комфортной цене 70. Азербайджанский обширонский шафран занял второе место среди 12 самых дорогих вегетарианских ингредиентов мира по версии международного портала Luxury Launches. Сейчас один килограмм обширонского шафрана стоит около 11 тысяч долларов. Отметим, что пряность можно использовать не только в кулинарии, но и в качестве лекарственного средства, а также как целебное и афродизиакальное средство. Именно Азербайджан считается одним из старейших центров выращивания шафрана в мире. Прогнозируется, что Азербайджан сможет зарабатывать более 142 миллионов долларов в год от промышленного производства шафрана. Более 70 тысяч цветов используются на производство половины килограмма сухого шафрана. Лидером рейтинга стали выращиваемые в Японии дыни король Юбари, цена которой за килограмм составляет около 12 тысяч долларов. Сегодня один из мировых лидеров сферы кредитного страхования и управления рисками Кофейс улучшила оценку Азербайджана, повысив ее с С до Б. Говоря об экономических перспективах страны, аналитики компании указывают, что в 2019 году в стране ожидается более высокий экономический рост. А завершение строительства Танап позволит Азербайджану увеличить экспорт газа в Турцию. Эксперты Кофейс также отмечают достаточно высокий объем резервов Государственного нефтяного фонда Азербайджана, который равен 90% ВВП. Это показатель на 1 октября 2018 года. Сегодня стало известно, что 17 февраля в центре Гейдара Алиева откроется выставка до востребования коллекции русского авангарда региональных музеев 900-930 годов. Третья часть. Художественная экспозиция будет представлена из уникальных авангардных коллекций, собранных в региональных музеях 17 городов России. Среди 60 произведений искусства можно будет увидеть работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Марка Шагала, а также Виктора Барта, Алексея Грищенко, Алексея Мургунова, Сергея Романовича и других. Выставка охватывает период зарождения русского авангардизма в начале 900-х годов и его регресс в 1930-е годы. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москва-баку.ру Смотрите нас каждый день. Хороших вам новостей сегодня.